Закон о статусе муниципия Кишинео это точка, по которой либеральная партия торговалась с демократической партией и с независимыми советниками по поводу голосования за проекты закона о налогово-бюджетной политике и о бюджете. В парламенте был представлен измененный проект закона о статусе муниципия Кишинео. Я хочу показать вам прессе стопку с изменениями, 199 изменений, из которых 54 поступили от авторов этого законопроекта. Это прецедент, которого, наверное, в Молдавском парламенте еще не было. Из 30 статей 30 переписаны в новой редакции или частично заменены. 19 положений исключены абсолютно. В результате проект закона практически ничем не отличается от того закона, который действовал до сих пор и максимально приближен к закону о местном публичном управлении номер 436. Я привела эти цифры в доказательство того, какими неграмотными могут быть молдавские политики и, в частности, представители либеральной партии, для того, чтобы и жители Кишинева, и другие граждане Республики Молдова еще раз поняли, кому они отдавали свои голоса на выборах 2014 года. Фракция партии коммунистов подготовила изменения в закон о местном публичном управлении для того, чтобы всем примарам Республики Молдова передать соответствующие полномочиям примара муниципия Кишинева, потому что в одном и том же государстве не может существовать двух норм для одинаковых чиновников. Спасибо.